Ребята, всем привет! Нахожусь в гостях у Александра Зигфрида. Канал будет указан внизу, на русском языке. И сейчас, по случаю, сниму его мастерскую. Вот со входа, со двора, и здесь был гвардной гараж. Сверху еще чердак, там тоже есть кое-какая столярная тема. Саша кое-какие станки продает еще, поэтому немножко заставлю на него. Это вот я его коллекцию вчера вытащил, немецких фрезеров. Хочу отметить, что вся аппаратура, которая у него здесь, и станки, это все немецкое или европейское. Это ничего Китая, ничего такого нет абсолютно. Все винтажное, но очень высококачественное и профессиональное. Давайте попробуем начать вот с этой стороны. Раньше было как-то типа двойной гараж с воротами, но было переделано под мастерскую. Саша увлекается также рубанками. На его канале много обзоров различных винтажных инструментов старинного. Посмотрите, кого это интересует. Причем там уникальные вещи. Ну и вообще, все его станки они уникальны. Таких фирм я лично никогда не слышал про такие. Стоят токарники, он восстанавливает. Вот там вот еще один токарник. Так, я пытаюсь все найти, как зацепиться за что-то, чтобы показывать по какому-то хотя бы порядку. Здесь вот верстак Саша сам сделал. Ну это все он делал, сам эти полки. Вот фрезерный стол. Ленточка. Смотрите, какая суперная. Это вот подарки он мне тут книпиксов насувал. Я уже отталкивался, но все равно все равно мне победит. Короче, вот это такая ленточка. Это циркулярка такая комбинированная. Вот видите, тут есть каретка. Комбинированная с фрезерным столом. Тут фрезерный стол. Такая, все такой чугун. Очень четкая фирма. Какая же тут фирма, в любом случае я ее не буду знать. Наверное, GEA. Что-то такое трехфазное. Потом тут, скажем, стоит пресс. Потом стоит классный такой фуганок на 40 сантиметров. Саша его восстановил, перекрасил. Тут материал. Подложение коллекции. Рубанков. Справа тоже. Там немножко на фоне окна не будет видно. Далее идет рейсмус. Тоже пока восстанавливается. Струбцины. Потом идет, конечно же, стружкоотсос, который уходит, в принципе, мешком своим на чердак. Я не знаю, как все отключить. Вот коллекция фрезеров. Штук 40, наверное. Вот я таких парочек вытащил, которые мне интересно было, вот с такой ручкой. Я даже уже забыл фирмы идти. Ну, вот такой вот фрезер стоил дороже, чем... Он сейчас, по-моему, евро 500 стоит. Их уже не выпускает, конечно. Вот этот монстр, его поднять невозможно. Потом не прохожие. Так, ну ладно, мы пока попробуем передвинуться. Фрезерный стол. Еще один рабочий. Он делает мебель, двери на заказ. Поэтому это, в принципе, все нужно ему. Но он на выезд много работает сейчас. Поэтому так немножко он тут оброс станками. Заточной станок. Ну, тут дальше тоже вот еще снизу фрезера стоят. И какие-то расходники тут фрезер заряжат. Но я уже не полезу в ящики без хозяина. Так, потом станок стоит клеить кромки. Так, дальше опять же еще фрезеры. Сверху этот ужас. Сколько фрезеров тут. Также тоже идут различные расходники. И материалы. Ну и на втором этаже там вот лестница. Полезли мы на чердак. Надо было, чтобы я не собирался снимать. Но сниму все-таки его тут за крома. Вот у него там эти фуганки там. Вот это его ящик известный. Стойлера. У него есть видео как одного данного мастера там все были. Там еще фуганки. Старенные ленточки. Так. Короче, необъятные, необъятные. Невозможно что снять тут. Так. Еще рубанки. Класс 952. Да. Железка уже тоже не оригинальная. Да, может быть. Ну, клина оригинальная. Вот у монограмма хозяина. Монограмма хозяина. Да. Здесь такая рейка была прибита. Там фуговали половые доски с ней. Это просто фуганы. Резьба. Тоже. Резьба. Хотела показать. Красивый. Да, такой. Там годы не было, да? Нет, года нет. Ну, 19-е, кто-то, явно. Хотя бы. Да-да, 19-е. Да, конечно. Ну, уже, короче. Для музея тут есть. Начало. Начало музея точно можно положить там еще вы грязь из твоих полок я еще не все полки внизу показал сейчас солнце зашло будет лучше видно вот это сверху я там еще солнце не хотел снимать через коллекции сверху там в ночном свете